Модальных глаголов в английском языке немного, и сегодня мы познакомимся только с самыми основными. Модальные глаголы употребляются перед основными глаголами и привносят целую радугу разных оттенков, значений к смысловым глаголам. Это очень сильное оружие в языке, надо уметь им пользоваться. Must или have to. Они очень близкие по значению и часто взаимозаменяемы. Must и have to. Это должен, обязан. Это самый бескомпромиссный такой, самый сильный модальный глагол в английском языке. Следующий should. Это как следует что-то правильно сделать или наоборот неправильно делать. Can, could. Это физическая возможность или умение что-либо делать. Could это прошедшая форма от can. May, might. Здесь очень часто используется он как вероятно, может быть что-то сделаю, а также как разрешение. Might прошедшая форма от may. Will, would. Will это модальный глагол, который делает будущее в английском языке, то есть выражает намерение, желание что-либо сделать. Would. У него много функций специфичных, но одна из них это прошедшая форма от will. Теперь возьмем какую-нибудь простую фразу, например, ты сделай это. И посмотрим, как меняться будут оттенки глагола сделать, сделай do с модальными глаголами. You do it. Это просто ты сделай это. You must do it. Ты должен, ты обязан сделать это. Это мое мнение. You should do it. Тебе следует это сделать. Я думаю, это правильно будет. You can do it. Ты можешь это сделать. You could do it. Ты мог бы это сделать. You may или you might do it. Тебе можно это сделать. Ты, вероятно, мог бы это сделать. You will do it. Это будущее время. Ты сделаешь это. Теперь следующее. Посмотрим пример. Это с отрицаниями. You do not do it. Ты не делай это. Или ты не делаешь это. Это present simple в принципе, вообще. You must not do it. Ты не должен. Тебе нельзя это делать. You should not do it. Или you shouldn't do it. Тебе не следует это делать. You cannot do it. Ты не можешь делать это. Ты не в состоянии, не умеешь это делать. You may not do it. Или you might not do it. Тебе не разрешено это делать. Не надо этого делать. You will not do it. Ты не сделаешь это. Довольно сложно без контекста точно передать оттенки все. Поэтому давайте теперь на картинках более конкретно разберем каждый из модальных глаголов. Must. Это самый сильный, самый бескомпромиссный и субъективный такой эмоциональный модальный глагол. Если, например, вспомнить плакат еще с войны. You must. Ты должен защищать свою родину. Это и закон, и обязанность, и по совести так надо делать. Это нужно, должен, обязан. Второе значение, если нельзя что-либо делать, это правило такое, или не разрешено. Вот видите, грозящий пальчик такой, это you mustn't walk on the grass. И табличка написана, нельзя ходить по траве. Нельзя, не положено ходить по траве. Следующий момент, когда вы выражаете какое-то субъективное мнение. Я так думаю, по моему мнению. It's a fantastic film. You must see it. Это просто изумительный, фантастичный фильм. Ты должна посмотреть его. Опять же, я высказываю свое личное мнение. Ну и одна из функций у него должно быть, как вероятно, например, где начальник? Должно быть он в офисе. He must be in his office. И теперь более конкретно. Функция. Надо, должен, необходимо, или правило, закон какой-то. Второй момент. Must выражает субъективно мнение говорящего. Я так думаю, это мое мнение. Если в отрицании, то нельзя, запрещено что-либо делать. И вот функция, что, когда вы какое-то предположение делаете, возможно, похоже, что так, или должно быть так. Ну вот, две подруги стоят, одна другой говорит. It's a fantastic film. You must see it. Это изумительный, поразительный фильм. И ты должна посмотреть его. Здесь как бы высказывается личное мнение. It's a fantastic film. You must see it. You mustn't walk on the grass. Тебе не положено. Ты не должен. Нельзя ходить по траве. Это как правило. Или закон какой-то. И как предположение. He must be in his office. Должно быть он в офисе. Точно не знаю. Глагол have to. Он полностью дублирует must, но у него такая окраска более объективная. Когда вы говорите have to, вы говорите какое-то правило, что-то от нас независящее. Вы не высказываете как бы субъективно личное мнение. Хотя все эти тонкости, как бы иногда они нивелируются. То есть иногда не все так просто, не так все математично, как вот в объяснении идет. Ну, например, доктор прописал принимать лекарства там четыре раза в день. Это фактически это правило. Это объективно доктор так сказал делать. Поэтому будет have to. Должен. Другой пример. Предположим, завтра выходной день и на работу идти не надо. Поэтому тоже тебе не надо идти на работу. Будет don't have to. Go to work. Во многих странах мужчины должны проходить воинскую службу. Здесь никакого такого субъективного окраса нет. Не то, что там защищать родину надо сейчас. Вот беда там пришла. А чисто говорим, что это закон во многих странах. Поэтому have to. Поэтому можно подвести итог. Have to. Модальный глагол. Он полностью заменяет must. Можно вообще must забыть, не говорить его. Везде говорить have to, и вы никогда не ошибетесь. Must надо быть очень осторожным, потому что можно иногда попасть в просаг с этим must. У have to самое главное, что он несет вот этого субъективизма. Когда вы говорите have to, вы говорите какое-то правило, несубъективное мнение. In many countries men have to do military service. Во многих странах мужчины должны проходить воинскую службу. Видите, это объективно, это закон. In many countries men have to do military service. Следующий модальный глагол should. Ну, например, тебе следует или не следует что-то делать, то есть что-то правильно или неправильно. Вот тебе не следует так много курить. Следующий момент очень часто применяется я думаю, я не думаю, когда принимается решение или спрашивают совет. Ты думаешь, мне следует купить эту шляпку. И третий момент, тоже как вероятность, должно быть, например, на машине займет, должно быть, или вероятно займет на машине около 20 минут. Тут тоже может применяться should. Его функции первое. Следует, не следует что-то делать, то есть что-то правильно или неправильно. Потом как совет. Ты думаешь, мне следует или не следует, или я думаю, тебе не следует, следует что-то делать или не делать. И вот как вероятность. You shouldn't smoke so much. Тебе не следует курить так много. В данном примере нет такой прямой категоричности, просто она говорит, что это неправильно, это нехорошо ты делаешь. А если, предположим, доктор обнаружил, что у человека слабое сердце, то доктор скажет скорее, you don't have to smoke, то есть вы не должны курить. И если, предположим, доктор поймает этого пациента, который продолжает курить после операции, то вот здесь уже как бы на эмоциональном таком разозленным тоном, доктор может ему крикнуть, you mustn't smoke, то есть вам нельзя, категорически нельзя курить. Do you think I should buy this hat? Ну, видите, как совет. Ты думаешь, мне следует купить эту шляпку? Do you think I should buy this hat? It should only take about 20 minutes by car. Это, вероятно, займет около 20 минут на машине. Следующие модальные глаголы can, could. Они очень похожи, очень часто взаимозаменяют друг друга, но есть некоторые особенности. Первое, can – это физическая возможность или способность что-то сделать. Ну вот, например, я могу поднять там 100 килограмм. Второй момент – я умею играть на пианино, то есть я могу играть на пианино. Could применяется как очень вежливый, гораздо вежливее, чем can в каких-то просьбах. Например, можете открыть дверь? Это будет can. А если could, could you open the door? Получается, могли бы вы открыть дверь? Ну и could – это прошедшее время от can. Если вчера я был уставший, но уснуть не мог, то получается I couldn't sleep yesterday, то есть не мог спать. Это замена в прошедшем времени can. Поэтому can – первая у него функция «могу физически, знаю как, умею». И вторая употребляется в просьбах, вопросах, что-либо сделать или дать что-либо. I can play the piano. Я умею, я могу играть на пианино. I can play the piano. Could – то же самое, что can, но в прошедшем времени употребляется could, это прошедшее формат can. И в просьбах could гораздо вежливее звучит, чем can. То есть, как в русском тоже, можешь открыть дверь или могли бы вы открыть дверь? Посмотрим пример там, где прошедшее время заменяет can. When I was young, I could run very fast. Когда я был молодым, я мог бегать очень быстро. Вот здесь нельзя сказать can, потому что прошедшее время. When I was young, I could run very fast. Просьба. Can you open или could you open the door, please? Could – будет вежливее. Могли бы вы открыть дверь, пожалуйста? Can you open the door, please? Следующий модальный глагол, тоже пара may – might. Might – прошедшее время от may. Основные функции may, то есть возможно, вероятно. Возможно, я поеду в Париж. Это, как знаете, 50 на 50. Или возможно, я там завтра буду играть в теннис. Следующий момент, как какое-то предположение. Возможно, пойдет дождь. Может быть, пойдет дождь. И разрешение. Это очень часто как разрешить и можно. Ну вот, могу я воспользоваться вашим телефоном? May I use your phone? Конечно, можно сказать и can, и could попросить. Но вот в данном случае may будет более такое, как бы, просящее разрешение. И классический пример. Стук, стук, стук. Можно войти. May I come in? Поэтому may might – это, возможно, вероятно, может быть. Или, знаете, как 50 на 50. А также вежливо. Можно разрешить и в вопросах. I may go to Paris. То есть, возможно, поеду в Париж. Решение еще не принято. Может быть. It might rain. Возможно, может быть, пойдет дождь. It might rain. May I come in? Можно войти. Следующий модальный глагол – это would. Ну, это король вежливости. Очень похож на русское бы. Функция у него. Первое – это прошедшее время от will. Второе – я уже сказал бы. Мы сейчас рассмотрим на примерах. И это очень вежливое. Прошу, предлагаю и приглашаю. Особенно выражение would like. The like здесь сокращенно будет в разговорном. Предположим, парень ждет девушку. Она сказала – I will not be late. То есть, я не опоздаю. Ну, вот она опаздывает. И теперь он говорит – she said she wouldn't be late. Это уже косвенная речь. Она сказала, что она не опоздает. Вот в данном случае will превращается в прошедшем времени в would. Следующее – как бы. Это такая универсальная подсказка. Вот вам какой-то задали вопрос. Вам нужно потянуть время немножко. Надо так поднять глаза к потолку, так задуматься. И можно сказать такую фразу – well, сделать паузу. I would say – ну, я бы сказал. И выражение would like – хотел бы, желал бы сейчас что-либо. Оно применяется повсюду. Там, где вам надо попросить что-либо. Либо если вы хотите предложить кому-то что-то. Или пригласить кого-то. Или сделать заказ, например. Я бы хотел. Would you like some coffee? Хотели бы кофе? No, thank you. Нет, спасибо. Would you like some coffee? No, thank you. Это предлагаем кофе. Теперь приглашаем. Would you like to go to the cinema tonight? Желала бы, хотела бы пойти в кино сегодня вечером. И ответ – yes, I'd love to. То есть с большим удовольствием. Would you like to go to the cinema tonight? Yes, I'd love to. И последний на сегодня модальный глагол – это will. Он применяется везде в английском языке для того, чтобы сделать будущее время. И второй у него есть оттенок такой, как просьба, намерение, обещание. Например, will you phone me later? Позвонишь мне позже. Как бы хорошо. Он такой привносит, как вежливость. Вот прощаются коллеги, например, и один другому говорит. I'll phone you tomorrow, ok? Ok, goodbye. То есть я позвоню тебе завтра, хорошо? Если вы здесь без will скажете I'll phone you tomorrow, то это будет совершенно другой смысл. Я не спрашиваю, а говорю факт. Я тебе звоню завтра. I'll phone you tomorrow, ok? Ok, goodbye. Теперь рассмотрим особенности, которые присущи почти всем модальным глаголам, кроме тех, которые сразу идут с частицы to, например, have to. Все остальные попадают под это правило. Если взять предложение I want to do it, я хочу сделать это. После глагола простого, например, want, хотеть, идет инфинитив с частицей to. To do it. То запомните правило, что после модальных глаголов никаких частиц to, они все исчезают. I can't do it. Неправильно сказать I can't do it. То же самое происходит с добавлением s в настоящем времени on, on, on. Но she drives a car, то есть она водит машину, появляется у глагола drive в кончании s. Но если мы скажем she can't drive a car, то модальный глагол перед drive привносит оттенок, что она может, она умеет ездить на машине. И s уже не нужен, он пропадает. Грубо говоря, если мы посмотрим на простые глаголы, вот как солдаты в языке, они разные по росту, по весу и так далее. Но перед модальными глаголами, как перед красивой женщиной, все, они все падают и становятся все одинаковые. То есть без частицы to, без окончаний s. Можно подвести итог, сказать, что модальные глаголы, их можно назвать сильными глаголами в вопросах, в ответах и в отрицаниях. Если вы спросите, вы говорите по-английски. Звучать это будет с помогательным длодом. Do you speak English? Тот же самый вопрос можно задать с модальным глаголом. Можете вы говорить по-английски. Тогда не нужно никаких do. Can you speak English? И ответ будет yes, I can. Да, могу. Или no, I can't. Нет, не могу. То есть модальные глаголы сами собой делают и вопросы, и отрицания, не требуют никаких вспомогательных. Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта English03.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok